Теперь давайте будем доказывать теорему, но будем ее доказывать в частном случае. Итак, второе действие, которое мы сделаем, это будем доказывать теорему в случае наибольший общий делитель равен единице. Ну и просто, когда наибольший общий делитель чисел а не умирает единице, мы посчитаем наш интеграл. Интеграл от умирает единице, ρ, от ax, ρ, от bx, d, с амином кусочек. Значит, интеграл у нас по отрезку 0,1. Что мы сделаем? Мы будем интегрировать по отрезку k на а, k плюс 1 на а. Значит, а это вот та самая, которая здесь. И k будет меняться у нас от 0 до а минус 1. Что же у нас здесь будет? Пока я просто интеграл на кусочки, поэтому переписываем ρ, да, x, ρ, в x, d, с. Ну хорошо, давайте теперь мы сделаем в нашем интеграле такую замену, чтобы вот этот вот промежуток интегрирования, который у нас... Значит, у нас есть у k интеграл, у каждого из интегралов свой промежуток интегрирования от k до k плюс 1 на а. И мы их хотим сделать так, чтобы внутренний интеграл был под промежуток 0,1. И потом, значит, этот интеграл генеться за скобки, тогда внутри получше какая-то сумма и попробуем применить вот то, что я сделал в мус-пером, в каисе, это тогда с нашей теории. Значит, какого нам надо сделать замену перемен, чтобы в результате у нас вот этот интеграл приводился с 1, интеграл от 0 до 1. Значит, нам надо, чтобы x умножалось бы y разделить на а плюс k разделить на а. Если y у нас равняется 0, то здесь получается как раз k разделить на а. Из этого следует значит, что x равняется k разделить на а. А если y равняется 1, то получается, что x равняется k плюс 1 разделить на а. Значит, ну хорошо, делаем такую замену перемен, значит, dx это будет dx, 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 поэтому наш интеграл, вот этот вот, превращается в интеграл от 0 до 1. и для обращаются к 1, значит, в grabbing 1, значит, 1а, dy, потому что dx это dx разделить на а, значит, теперь ax, что такое будет? ax это будет y плюс k, но, извините меня, функцию ρ, периодически вз baking 1, если я лечу ρ от y плюс k, это будет все равно что рот, и пишу я здесь рот, а здесь, ну что получилось, то и получилось, надо писать, рот, б, б, у, разлет на а, плюс, бк, разлет на, ой, тут я намечил, давайте я напишу подробнее, в результате, в результате вот этой процедуры, интеграл, вот прекрасная равность, она понадобится, мы его не будем стирать, а рядом дальше то местное, которое надо этому справиться не представлять, то есть интеграл от 0,1 делится рот от ax, рот от x, dx равен, ну, я вынесу за скобки 1а, интеграл от 0,1 делится, и рот от x можно вынести за скобки, а здесь будет сумма, пока от 0 до а минус 1, рот, а по документам буквально можно переписать, вот это вот, что здесь у меня наличилось, сейчас должен быть методом есть, крупно напишу, б, у, разлет на а, плюс, бк, разлет на а, ну, и д, а вот у нас вот эта сумма получилась, и на эту сумму надо, как следует, посмотреть, и вот тут-то мы воспользуемся, что мы доказываем нашу теорему пока в частном случае, когда а и б, взаимопросто. Нас интересует вот этот вот агрегат, б, к, а, когда к меняется от 0 до а минус 1, поскольку все периодически, то здесь может у него поставить больше боли, но а и б, взаимопросто, и когда к пробегает полную систему учеников, по-моему, а, а, бк тоже пробегает полную систему учеников, по-моему, для вас, поэтому, вообще говоря, в этой сумме можно вот это постереть, тогда эта сумма получится такой же, только слагаемый полную пробегаться в какой-то порядке. Это следственная цель простоты а и б. Давайте я эту сумму напишу, а здесь, да? Сумма пока от 0 до а минус 1, рон, от b, y разделить на а, плюс b, k разделить на а. На самом деле, ровно сумму пока от 0 до а минус 1, рон, от b, y разделить на а, плюс k разделить на а. А теперь, вот если мы посмотрим на то, что было доказано в первой действии, то увидим, что у нас получилась та самая сумма, что у нас x, это b, y разделить на a в данном случае, значит n, это a, да? Ну и переменные суммировать не как, а, b, да? Значит, мы можем воспользоваться тем, что вот то, что написано там, может записать так, и выкручать в наших суммах, прекрасно упроститься. Это получится, что это рот. Кто у нас там, n? n, это а. От а умножить на b, y, разделить на а, b, у нас окрасился рот, от b, y. И у нас получилась прекрасная сумма. Мы начали с вот этого, вот интеграла. И чему же он оказался равен? Он оказался равен. Одна а. Это вот эта перечисляет одна а. Интеграла от нуля до единицы. Ро от y, ро от b, y, d, y. Значит, в нашем интеграле мы взяли вот это вот а и ликвидировали его в уменьшем функции рот, но зато он появился как единица на а множителе перед интегралом. Совершенно ясно, что мы можем поменять здесь порядок функции и перейти к интегралу с параметрами b и 1, но уж b и 1, но точно за это просто. И перейти к тому же самому процедуру. Та же самая процедура даст. Теперь уже у нас может быть не а, а а в знаменателе. И интеграл от нуля до единицы, когда вместо b мы взяли единицу, то есть рот от y в квадрате, d, y. Я предлагаю в качестве упражнения проверить, что он действительно равен одной двенадцатой. Я думаю, может, не обязательно мне самому сейчас сказать, это любой студент должен сделать, ну и даже школьник, который умеет интегрировать многочлены, это должен уметь делать. И у нас получилось, что здесь одна двенадцатая оба. А теперь мы вспоминаем, что мы доказываем в случае а в равной единице наибольшей общей. Итак, второе действие завершено. Мы показали нашу повторение в том случае, когда а и б взаимно прожили. Теперь же, если у нас наибольший общий делитель чисел а в равной единице, пусть наибольший общий делитель равен d больше не единице. Значит, нам надо в этот кафе оставшимся слушать теорию, когда а и б не взаимно прожили. Спасибо.